Здравствуйте, уважаемые коллеги, это очень старый доклад, но я, в курочке пояснений, я сам по образованию начинал как физик, занимался классификацией, но там, в частности, и потом я пришел к выводу, что внутренние симметрии можно понять, сменив парадигму времени. Нужен другой подход, значит, изменив парадигму времени для внутренней описания внутренней структуры и уникарных частиц. И следующий шаг логический, я пришел к выводу, что квантовое поединение частиц квантового объекта говорит о том, что они должны обладать элементарной зачаткой психикивы и представляют собой такой элементарный организм. Ну, в общем-то, я следую, использую идею Лейвенца, хотя пришел к этому, в общем-то, другим путем. Лейвенц, в отличие от Атамису, он критиковал идею множества атомов по статье, но он считал, что мы не можем на основе вот этих вот механических движений объяснить восклиятие. И он, значит, считал, на самом деле истинными элементами вещей, мыла, правда, это простейшая внутренняя субстанция, которая не имеет частей. В дальнейшем эту идею продолжил в русской колоссовке Лонске и последовательке Козлова и другие колоссовцы, ну и других, наверное, были другие последователи. Этого направления. Значит, Лонске называл в Муннабе ступенциального деятия. Деятия, которые творят отношения во времени и в пространстве. То направление, которое я называю, я называю ступенциальной информационной антологией. Согласно этой антологии, все элементы Вселенной обладают собственной ступенциальной активностью, поддерживающей их существование. Это означает, что их можно считать простейшими живыми организмами, способными к элементарной жизнедеятельности и собственному воспроизводству по определенному инновационному алгоритму. Вероятность на характере действия фантовых частиц объясняется внутренней свободой, что позволяет говорить о элементарных зачатках психики в сознании и интеллекту. Или протосознание, как говорит Чаунг. То есть это концепция панк-психизма. Все в природе, начиная от пространства, времени и элементарных частей, помимо физического тела, обладает психикой. А парламентальным принципом существования является интеллектуальная деятельность, которая включает в себя генерирование, передача и восприятие, переработку значимой для общей деятельности информации. При элементарном интеллектуальном понимается интеллект, способный к автономной интеллектуальной деятельности, которая поддерживает и воспроизводит собственное существование. То есть мы рассматриваем элементарную частицу как какой-то шарик или материальную точку, или какую-то фигуру, как древний атомист, или... Ну, наверное, это ближе к стране, а по сути к стране тела. Ну, это, примерно, как только мишки. Вот. Значит, ну, это направление, последнее, вот, несколько статьи, я называю квантовой монологией. Значит, здесь совмещается монология Рейтница и квантовая теория, которая уже возникла в 20-м веке. Для решения трудной проблемы сознания, которая непосредственно связана с проблемой сознания тела и психотерапевтической проблемой, предлагаете такое направление, которое условно можно назвать пантовой монологией. Основная идея заключается в том, что вначале дается элементарная или идеальная модель в элементарном интеллекту, в комплементарном детстве с элементарным телом. То есть такое техническое единство, главное, такую модель мы можем построить математически, ну, а насколько она соответствует реальности, это уже как бы вопрос экспериментальных предсказаний и так далее. То есть по ссылке такого представления уже имеется математическое парламентарное квантовой механикой, где волновую функцию можно интерпретировать как прототип сознания квантовой монады, а наблюдаемое физическое величине как прототип физического тела, данного элементарного опыта монарха. Субстанциальный деятель, я это неизменная сущность, которая отождествовала сама себе. Поэтому, ну, такая отождественная сущность, да, аналогично не будет. А истинное существование, экзистенция, это становление или переход между двумя полисами, бытия и небытия. Существование я заключается в постоянном переходе от небытия к дотелю и от а. Таким образом, квантовая монада я имеет жизненный цикл собственного существования, включающий в себя четыре фазы, небытия, становления, бытия и человек. Я употребляю здесь термин «я» не в том смысле, что это человеческое «я», а именно в том самом примитивном смысле ощущение, собственно, тела монарха. Мыслить себя означает производить себя, тесно, или творить себя не из ничего. Здесь «я» мыслить себя понимает и не в том смысле, как полагал Декарту, когда говорил о двух независимых субстанциях, духовной с атрибутом мышления и материальной с атрибутом протяженности. Мыслить в данном случае означает материализовать собственное существование, то есть воплощать в деревья материальное воплощение. И первое материальное воплощение квантовой монады – это локализация в обмене или возникновение рождения материальных частиц в определенный мир. Ну, в квантовой механике известны политики определенного стихиизма, согласно которому вакуумы постоянно возникают, исчезают в округе. Виктория – это демонстрация принципа материализации собственного «я». А механизм этого, как я полагаю, изучает, в том, что вот этот элементарный интеллект, он обладает субстанциальными свойствами, то есть он порождает. Облетение порождает, ну, в квантовой механике, любое наблюдение порождает какую-то величину биологическую измеряемую. Так вот, здесь постоянное наблюдение квантовой монады – производит собственное тело, то есть некое физическое величие, которое обращается в этом теле. Таким образом, монада в своей деятельности генерирует внутренний поток времени. Этот поток представляет полновой процесс взаимопровощения внутренней вины. Венергия при этом трактуется как жизненная сила, поддерживающая существование монады в течение жизненного цикла. Изменение энергии генерирует изменение времени. Для характеристики внутреннего состояния монады вводится понятие цветового заряда. Само понятие цвета в неправильном диапазоне черно-белого сменка – это обозначение качества, но более остатного качества, которое является прототипом всех других более конкретных качеств. То есть это некоторая информационная метода. Если представить деревенка монада как точный источник сменок, то мы в этом эксперименте будем наблюдать светящуюся почту, цвет которой периодически меняется в диапазоне белый-черный цвет с двумя промежуточными фазами серого цвета. Таким образом, монада периодически меняет свое собственное внутреннее состояние. можно продолжать, потому что мы видим это анимация. Значит, вот такое сериатическое воспроизводительное переменное световой заряд, можно так сказать. Это такой модель элементарной монады. Значит, он, соответственно, меня называют жизненным циклом монады, период. Можно только дальше в следующем слайде. Значит, цветовая хронограмма, геометрия. Это направление, которое, значит, тоже я предложил последний вопрос, делал это на конференции. Значит, мы вводим понятие точки, и значит, хрона геометрия означает, что это точка-момент. То есть это и базовый элемент пространства, и базовый элемент лет. Точка-момент, или хроноток, как можно сказать. И, кроме того, он отделяется цветом. Значит, цвет может меняться в диапазоне черто-белого цвета и табилизма. Поэтому мы можем ввести вот такую, не только математику-статическую геометрию, а хроногеометрию. И еще он будет уделять какой-то микс-мис. То есть такое направление можно развивать чисто математическое, всяких привязков реальность, в общем, в математическую дисциплину. Значит, этот процесс можно описать как постоянный переход позитивной энергии и негативной энергии из одного полиса в другой. То есть, во-первых, что суммарная энергия всегда в этом случае манада действует на себя и воспринимает собственные действия. Одновременно, что можно трактовать как предельно элементарное самодосприятие и самосознатие. Или, другими словами, элементарное чистое я квантовой манады. Так, значит, жизнь такой простейшей манады заключается в изменении внутреннего состояния, поляризации, гипердированного диапазона между темпиологическим состоянием. Значит, ну, давайте вот такую модель, она будет выглядеть статически, специально. Значит, жизнь и цикл манады, я, это точность, урок. Ну, для демонстрации я, как бы, в виде символа и я не подглядаю. Значит, внутри манады может существовать множество таких вот поляризованных состояний, а суперпозиция может быть элементарно в состоянии. И они, каждый имеет определенный жизненный период. И, в общем-то, эти периоды могут быть и не равны другим. Таким образом, можно моделировать различные процессы, которые происходят внутри манады. И, кроме того, они вот эти два поляризованных комплиментарно дополняют этот труд, таким образом, что черный и белый цвет или цветовой заряд, которые будут соединены, они вместе дают боль. То есть бесцветное состояние манады. Мы ее не можем наблюдать снаружи. Как говорил, ледность манада не имеет ни окон, ни грейка, которые мы можем заглянуть. Также и человеческое сознание не имеет ни окон, ни грейка, которые мы можем заглянуть. Мы можем следить о человеке, о поведении внешнего. То же самое об элементарной манаде. Мы можем следить по некоторым поведению, которое она проявляет во внешнем и человеческом мире. Таким образом, течение времени для цветовой манады заключается в непрерывном изменении такого состояния. Это будет сам только жизненный цикл. И это то определение элементарной жизни, которое я и предлагаю. То есть это изменение внутреннего и нет, которое порождает течение лет. Примежуточное состояние будет соответствовать циклом заряду на любом циклом заряду или сверху состоянии. Значит, таким образом будет выглядеть такая элементарная манада, которая периодически такой-то летнутый. И таких манадов может быть суперпозиция. В одной манаде множество суперпозиции различных состояний, которые моделируют различные процессы. Но это все внутреннее состояние манады. Кроме того, будем считать, что полюса манада, образованная в такте такой деференциации, находится в состоянии, подчиняется принципу динамической комплиментарности. Он заключается в том, что два цветовых полюса манада образуют негативистельную динамическую источную связь, если она находится в состоянии суперпозиции, суммарно цветовой заряд при любых внутренних изменениях остается интериантом, что эквивалентно к динамическому состоянию бессилетности манада. Это некоторые аналоги бесцветности кварки. Три цветовых кварка оборудуют такую бесцветную структуру. По крайней мере, что-то такое аналогичное. Я не говорил, что это конкретная какая-то модель. Но математически это так. В последовательность фаза дается изменение цветового заряда фарта манады, которое сопровождает элементарным действием, поворотом на угол манада в гональном силу, то есть я обожаю в понятиях финального структура, на цветовой ряда. Таким образом, полный цикл соответствует повороту на два пир и множество таких простейших кунах могут образовать локальную структуру лицеломного пиетического пространства времени. Согласно принципу неопределенности гизнинга, это соотношение можно интерфектировать как невозможно, как невозможно это дневно-ноточное изменение момента времени и энергии, но можно интерфектировать как рождающий принцип. То есть принцип измелькновения определенного количества энергии вместе с определенным предложением времени. Таким образом, можно прийти к идее периодически изменяющей энергии с нулемым и средним значением. Это значит, что физическое обытие в обмене эквариумов далечию телесности, обладающей собственной энергии. Но обладание энергии – это качество субъективного выстояния или квалила, которого нет физического энергии. То есть здесь решается проблема квалила. То есть вот этой энергии в расстоянии на самом деле нет физического энергии, это конформация, а это все переживается. Монаду – психо-физическое обладание. И психика играет роль активного начала, а материя – пассивная, пособливающая активные действия и занимающая тем, кто отнесет свою роль. То есть материя воспринимает информацию как носительный и приобретает в результате этого определенный форм. Материя будет, естественно, носительной формой информации, которая комбинентально связана с содержанием. Следовательно, материя является продуктом творческой деятельности когнитивной субстанции и объективного ума, минуса под древнегреческий мозг, производящего материального энергетика. В общем виде мы можем описать это с помощью новой функции в банковой механике, если мы не увидели такую функцию, и с помощью оператора энергии. Таким образом, мы можем описать простейшее уравнение Швейдингера, где возится оператор, комбинентально в банковой монады. Значит, здесь показано уже монад совокупный, монад, который образует структуру пространства. Не отдельная монада, а уже сеть какая-то. Она похожа на нейронную сеть, то есть монады в банках по штампу образуют такую нейронную сеть, и потом связи могут быть разнообразные, множество различных с каждым монадом может быть нелокально связано со множеством криптовым. Здесь самое относительное. Значит, структура показана. Здесь вводится, в зависимости от начальной базы, несколько, на комплексной цветовой плоскости вводится несколько таких волновых функций, и четыре волновых функций, и четыре комплексно-сопряженные. Соответственно, можно выделить пары, которые комплементарно связаны с криптовым, которые образуют устойчивую бесцветную связь. Значит, я не буду их прочитать, значит, я ввожу тоже принцип динамической комплементарности для двух монад, и, соответственно, к этому принципу подчиняются вот столько, четыре пары и четыре смешанные пары. Значит, они образуют вот одна из пар, на этих подписанных, которые дают вот такой ряд последований, которые динамически связаны с криптовым, всегда будут бесцветные системы, но внутренних их состояния не меняются. Так, это не нужно смотреть, вот у нас можно записать еще рисунок. Это вот как раз показывают диаметы, которые всегда в сумме, они связаны с криптовым, но в сумме они дают бесцветное состояние. Черные белые, белые, черные, и два серых состояний. А стрелки указываются, соответственно, что они находятся в противоположном, в зависимости от изменения этого пара. Так, ну это простейшая онкологическая модель, динстанция в верхних классах, в масштабах, давайте передаем, они могут, можно на этих криптов образовывать такую уходную структуру, они могут иметь множество вот этих вершин, значит, вот у нас три иммунадные объединения, такую структуру, жизненный цикл иммунитарных в том, что она, таким образом, так, вот тут еще, вводится модель, значит, модель частицы со спином 0, значит, здесь 2, это уже важно понять за стоянное время, и здесь можно описать вот такую простейшую частицу скалярного позона со спином 0, это две частицы плюс и минус на вторая, которая цикл воспроизводства равен 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, естественно, здесь иллюстрация взятая из интернета, значит, в пространство время вакуум можно представить как такое, самое примитивное поле, образованное примитивным иммунадом, а не стеклым и другим, и обычные элементарные частицы, они возникают в вакууме, как можно метафору использовать, как бабочки-песнички перелетают из одного, из одной почки на другую в этом поле или элементарном живом, и таким образом осуществляют свой жизненный цикл. То есть некую аналогию жизни мы можем привести, но это, опять же, это жизнь не в биологическом смысле слова, а именно это самый примитивный процесс метаболизма, энергии, информации и вещества на самом таком моменте. Вот такая модель, понимаете, тематическая и вещества. У меня только два замечания к нашим вопросам, ну не после банкета, но вот соотношение жизненный, которые вы пишете, они в квантовом механизме и в квантовом механизме. А где вы думаете? Да, да, да. Это первое. Второе. А соотношение жизненный, они не имеют отношения к квантовом механизме. Ну, я вам объясню. Что вы, кстати, знаете? Второе. Второе. Вы пишете соотношение жизненного для аккуратного времени, которое в пантовом механизме не было. Я говорил в начале. Нет, нет, нет. Вы путаете одну важную вещь. Вы говорите одну, а другую. Вы говорите что-то среднее. Среднее наследие. Это надо построить. Да, 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 да. Это все хорошо, да. А тут все изменяется. Можно спросить. Не уходите. Не уходите. Не уходите. Не уходите. А мы в курсе шипночки. А мы в курсе шипночки. По силам. Продайте.